Все ли готово к летнему оздоровительному сезону? Сколько юных отдыхающих примут в этом году детские лагеря? Какие профильные смены планируются? И как обновилась материально-техническая база учреждений? Этим вопросом было посвящено большое аппаратное совещание в администрации города. Все загородные городские и детские лагеря к приему отдыхающих полностью готовы. По словам Натальи Сафоновой, на сегодняшний день созданы безопасные и комфортные условия пребывания детей. Подготовлены игровые, отрядные комнаты, актовые, спортивные залы, библиотеки, бассейны и другое. Этим летом охват отдыхающих составит почти 28,5 тысяч человек. В четырех загородных лагерях, в лагерях с временным пребыванием детей на базе 38 школ и трех учреждений дополнительного образования, в оздоровительном образовательном центре для детей дошкольного возраста «Горный ручеек», в туристских походах, а также будет 932 ребенка трудоустроенные в учреждения и предприятия города. В период этой летней кампании детский загородный комплекс Абзакова начнет работать на полную плановую мощность. 500 человек в смену, 3958 детей за лето. Руководитель учреждения отдыха Владимир Ушаков подробно рассказал о каждой смене. Они будут разные направленности, хореографическая, медиасмена, патриотическая, интеллектуально-образовательная, спортивная. В 2024 году завершен масштабный проект по реконструкции детского загородного комплекса Абзакова. Введены в эксплуатацию два новых двухэтажных жилых корпуса, плановой мощностью 240 человек. Размещение в комнатах трехместное со всеми удобствами в номере. Таким образом созданы все условия не только для занятий и доп. образованием, но и проведения мастер-классов и для полноценного гармоничного и безопасного отдыха. Не менее увлекательный отдых будет в трех детских загородных центрах ПАО ММК. Кроме того, детей ждет немало сюрпризов. Так, в Горном ущелье за счет гранта Министерства просвещения России «Доступная среда» проведено благоустройство территорий и закуплено оборудование для проведения занятий в рамках инклюзивных смен. Подготовлен новый интерактивный центр с аттракционами виртуальной реальности. Кроме того, в Горном ущелье Уральских Зарях появились летние кинотеатры под открытым небом и аттракционы аква-футбол. Для подготовки наших детских центров к оздоровительному сезону со стороны ПАО ММК были увидели целевое финансирование, которое было направлено на проведение ремонтов, закупку товаров на территории ценностей с учетом потребностей наших центров. После докладов началась целая череда поздравлений. Глава вручил благодарственные письма Марине Григорьевой, музыкальному руководителю детсада номер 160, которая в этом году победила в областном профессиональном конкурсе, Валерию Шаталину, инженеру инспекции по безопасности полетов Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта, а также родственникам героев СВО. Мы получили оттуда, с передовой, благодарственное письмо от командира части, который обращается к нам, поблагодарить людей, которые причастны к нашим героям, родителям, родственникам, которые подготовили, вырастили вот этих героев. И сегодня у нас мы пригласили в зал как раз представителей, семьи. В завершение аппаратного совещания глава пригласил всех горожан 1 июня в парку Вечного огня. Там в 14 часов состоится масштабное празднование Дня защиты детей. Юлия Черешнева, Владислав Гузев, телекомпания ТВИН.